Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Блин, здесь эхо. Надеюсь, это не помешает нам с вами. И вы будете меня слышать хорошо. Дело в том, что мы сейчас помыли окно в этой комнате, убрали занавески, вынули кое-какую мебель из этой комнаты. Хотим сделать генеральную уборку, пока нет у бабушки. Потому что, когда бабушка здесь, она как бы немножко обижается, что мы убираем ее комнату. И она говорит, у меня и так и чисто. Я говорю, бабушка, я понимаю, что у тебя чисто. Мы ни на что не намекаем. Просто хотя бы в неделю один раз нужно делать уборку. И бабушка такая, я сама сделаю. Бабушка вообще в этом плане очень аккуратная. То есть она всегда сама застеливает свою кровать. И она говорит, что это идет с детства. С детства ее бабушка приучала к тому, что надо обязательно за собой убирать. Сколько я помню бабушку, она никогда с грязной посудой не ложилась спать. В общем, когда у нее в комнате убирается, она не очень это любит. И плюс еще окна мыть. Когда пожилой человек дома, чуть что ее продует. Поэтому надо быть аккуратными. Сейчас бабушки нету. Она у тети. И мы решили как раз закончить все эти дела. Помыть люстры. Там помыть окна. Вчера была у Жале. Она, кстати, вызывает клинк. И недорого. Везде уберутся, протрут. Классно. Я лично ненавижу убираться. Единственное, что я люблю, разбирать свой шкаф. И вы знаете, так сложно прощаться с вещами. С одной стороны, ты понимаешь, что эту вещь уже очень давно ты не носила. И скорее всего носить не будешь. Но все равно не хочется отдавать. Не хочется выбрасывать. Да и вообще некому уже отдавать. Мне кажется, люди уже настолько избалованы дешевой, недорогой одеждой. У всех этого всего дофига. Кому нужны твои старые вещи, как говорится. Это когда мы были мелкими. Передаривали. Донашивали. Сейчас, мне кажется, такого почти нету. Поэтому... Не знаешь, куда девать вещи. Выбросить жалко. Оставлять тоже места нету. Как вы думаете, что я сделала? Вообще, в таких случаях, когда у меня нету места, что я делаю? Я сделала очередной заказ Шейн. И мне, кстати, до сих пор не вернули деньги за мышку. Я так и не нашла способ, как написать им. Мне покидали, как это нужно делать. Но у меня такой функции нету. Но я как-то забила, думаю, 5-6 долларов к черту. Но мышка не работает. Она на выброс просто. Просто выброшенные на ветер денюжки. Но в этот раз я заказывала одежду. У меня нету зимних платьев, зимних свитеров. Я очень хочу себе зеленый какой-то свитер. Не помню, я заказала или нет. Зеленый свитер. В общем, заказала себе офигенный такой кардиган. Такой коричневый, классный. Ну, в общем, все увидите. Не буду спойлерить. Вещи хорошие. Мне они вроде как по отзывам понравились. И у меня летних вещей вообще дофига. А зимнего не особо. Но я и из дома особо не выхожу. Мне кажется, это, наверное, травма детства. Под каким-то моим видео очень классные комментарии вы писали. Вот прям реально вот прочувствовали меня. Некоторые мне писали о том, что, Айка, ты покупаешь так много ненужных вещей. Это травма из детства. Вот реально, так почитала эти комментарии. Вы правы. Меня, когда я была во втором или в третьем классе, не помню, у меня были штаны одни, черные такие, с бабочками. Я их носила круглый год. Была только в этих штанах. То, что родители мне не покупали. Родители хотели купить дом. И возможности не было. Они откладывали деньги. И они думали, пока мы маленькие, ничего не понимаем. То есть не подростки. Пока что на нас можно экономить. Я весь год ходила в одних брюках. Прикиньте, в одних. Мне очень хотелось, чтобы у меня было разнообразие одежды. Я прям мечтала об этом. И сейчас, когда я сама зарабатываю деньги, могу купить сколько я хочу. Мне просто хочется оторваться по полной. Хочется, чтобы и этого, и того, всего было. Единственное, что меня немножко раздражают, это вот эти модные эксперты в ТикТоке, которые говорят о том, что в этом сезоне ты купила эту вещь, носишь. Уже и Тайнстренд. Вот это мне, конечно, не нравится, потому что некоторые вещи я вообще не успеваю носить. Или, например, джинсы скини. У меня где-то 20 пар. И вот куда их девать сейчас? Я решила, что я все равно буду это носить. Пишите мне в комментариях, что это старомодно, некрасиво, неклассно. Я все равно буду носить джинсы скини. Хотя в Инстаграме сняла историю, где я в джинсах скини столько я комплиментов получила. Почему-то все думают, я вот сижу так вот, сгорбившись, как свин, все это ем. И все думают, что я вот за кадром какая-то толстая. Вчера, когда я от Джоли шла домой, и у нас День Победы, кто не знает, у нас несколько дней все празднуют Победу. В общем, в связи с этой Победой во многих магазинах очень хорошие скидки. Я зашла в Poppy Gallery. И там хорошие скидки. Сняла историю обуви, которые нравятся мне. Вот это вот. Эта обувь стоит очень дорого. Но несмотря на это, я думала, может быть вопрос в цене. То есть я вещи покупаю недорогие, поэтому что-то меня хейтят, что как-то безвкусно и так далее. Мне начали писать, фу, какой ужас. Это трудно сочетать с чем-то. Хотя обувь вроде как из новой коллекции и все дела. И тут я просто понимаю, всем не угодишь. Кому-то будет нравиться, кому-то нет. кого-то ты будешь раздражать. Вы обязательно пишите в комментариях, как вам вот эта обувь. Мне лично очень нравится, но мама говорит, что они обязывают к чему-то, эти сапожки. То есть просто с брюками не наденешь. Особенно если это у тебя брюки, например, широкие сейчас трендовые брюки. Вообще широкие брюки, оверсайз куртка и какая-то оверсайз толстовка. Я чувствую себя как бомжара. Я не знаю почему, именно зимой. Безумно некомфортно себя чувствую. Я понимаю, что это типа стильно. Сейчас так модно, но не ощущаю себя уверенной в себе. Кстати, ссылку на долму я вам оставлю в инфобоксе. Переходите, готовьте. По-русски просто глупцы. Давно не было глупцов на канале я решила снять. В общем, не поймешь, что покупать. Тут ты купил через месяц в сектоке все. Это антитренд. Это крич. Куда девать? Либо просто покупать очень мало одежды. он сетю прям каждый день. Вкусно. Я реально думала, что я не съем. Здесь было много глупцов. Наверное, штуки десять. но иногда во мне присыпается зверский голод. В общем, вчера я была в гости. В гостях уже ли. посидели, поболтали. Мне иногда пишут, вы поссорились, вы не общаетесь. Нет. Мы можем спокойно увидеться. Или она ко мне, или я к ней. И, например, не снимать истории. Мы же не живем только для публики. Мы живем прежде всего для себя. поэтому, если нету истории, это еще не показатель вообще. Вообще не показатель. Так жарко на улице, ребят, у нас. 20 градусов. Видео получилось очень коротким. Я что-то прям быстренько съела. Голодная была, если честно. И, на самом деле, дома была очень-очень вкусная. Я вам рецептик оставлю внизу. Обязательно переходите. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Пока!